МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вместе с вами очередной этап пледникового периода буду смотреть и я, Владимир Гомельский. Таблица по итогам прошлого этапа. Напоминаю, что в номинацию у нас угодили три пары. И буквально через несколько секунд мы узнаем, какая пара покидает наш проект. Всю неделю вы голосовали за понравившуюся вам пару. И сейчас мы готовы подвести итоги. Но прежде давайте узнаем у номинантов, что они чувствуют сейчас. Нюша, Максим, прошла неделя после того, как вы узнали, что вы стали номинантами на выбывание. Как прошла эта неделя? Переживали ли или наоборот решили все так забыться и начать как будто бы с чистого листа? Ну, конечно, я переживала. И как-то было немножко страшно. И с другой стороны, все равно знаешь, что это когда-то закончится. Поэтому я старалась успокоить себя и не думать. Потому что всегда получаю очень много удовольствия от нашего катания и от тренировок, даже когда что-то не получается. Максим, а это спокойствие Нюши тебе передавалось или ты наоборот абстрагировался от всего того, что происходило здесь? Все равно это, конечно, наложило отпечаток на подготовку к этому номеру. Потому что это непривычные ощущения. Но мы старались справиться с этими эмоциями. И в любом случае мы благодарны зрителям за их поддержку. Леша, Анит, вы фактически вот до сегодняшнего момента были одни из лидеров. Сейчас состоите в номинации. Что вы ощущаете и что вы думаете? И какие ваши мысли о том, что будет дальше? Если честно, я стараюсь держаться и не подавать виду, что я волнуюсь. Но вообще я волнуюсь. И было очень приятно, когда звонили близкие, родные, знакомые, незнакомые, писали в социальные сети со словами поддержки, что ничего, мы будем с вами. Я надеюсь на лучшее. Леш, не хочется покидать проект? Ой, Ирочка, не хочется. Я хочу сказать, что, наверное, нам каждый из пар есть еще что сказать, есть что еще показать. А я просто хочу поблагодарить тех людей, которые так чутко отнеслись к нам, ко всем и голосовали за нас. Спасибо вам огромное. Спасибо. Албена, Петя, как у вас прошла неделя? И сказался ли тот фактор, что вы попали в номинацию на постановке и программе? Ну, эту неделю я тренировал Албену, поэтому было тяжело. Ну и, конечно, сказался, потому что чувствуешь себя все равно не в своей тарелке. И я при любом исходе хочу сказать огромное спасибо Ледниковому периоду за то, что дает такую возможность сыграть за невероятно короткий промежуток времени огромное количество ролей. Спасибо огромное. И спасибо... Спасибо большое всем тем, кто голосовал за все наши пары. Спасибо большое. Я хотела сказать, что, конечно, мне было очень тяжело на этой неделе и очень обидно за то, что так подвела Петю. И, конечно, хотелось бы дальше продолжать, но я смотрю на пары и Макс, Нюша, и Леха, которые очень люблю, с Анитой. Я вам желаю всем удачи. Вас тоже, Леша, Ирка. Я вам желаю всех удачи. И, ну, пусть зрители решают. Спасибо. Ну что ж, ребята, мы выслушали вас. А теперь внимание на экран. Большинство голосов за то, чтобы пара Албена Денкова и Петр Китов остались в проекте. Мы вас поздравляем и просим идти и готовиться к своему выступлению. Нюша, Максим, Шабалин, Анида, Цой, Алексей Тихонов. Кто останется в нашем проекте? Момент. Настал. Внимание на экран. Анида, Цой, Алексей Тихонов остаются в проекте. Ребята, мы вас поздравляем. Идите готовиться. Для вас борьба продолжается. Как-то не тяжело, но с вами Нюша и Максим Шабалин. Мы должны проститься. У вас есть право сказать последнее слово и показать тот номер, который вы приготовили для сегодняшнего шоу. В первую очередь я хочу поблагодарить Нюшу за то время, которое она уделила этому проекту и сказать, что работать с ней было удовольствие. Она очень позитивный, искренний человек. И все тренировки, все репетиции, которые проходили, они проходили в приподнятом настроении. Поэтому я желаю удачи и в ее карьере. И уверен, что этот проект принесет что-то новое и для тебя, и для меня. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я в свою очередь тоже очень хочу поблагодарить моего замечательного партнера. Все равно у него золотое терпение, потому что со мной кататься было непросто. Многое не получалось, но тем не менее я очень счастлива, что я познакомилась с таким большим количеством потрясающих людей. Узнала столько всего нового. Просто открыла для себя на самом деле новый мир, ледяной. И столько творчества было тоже на этих площадках. Поэтому мне хочется сказать еще большое спасибо за людей, которые нас поддерживали, которые голосовали. И мне очень будет не хватать вас. Спасибо. Так же, как и нам будет не хватать тебя. Ты вообще умница, красавица. Настоящая красавица. И видно, что очень доброжелательный человек. И через свою жизнь, и через свою карьеру, и через свой голос пронеси эти качества. Они обязательно будут приносить людям удовольствие. Потому что характер и черты характера очень проявляются в творчестве. И ты такой человек, который здесь пришла, совсем не могла кататься. И ты очень многому научилась. И были номера, которые запомнятся нам на всю жизнь. Но такова здесь спортивная жизнь. Мне очень жаль. И я благодарю вас за то, что вы взяли музыку Климова и Пономаренко, с которой они победили. Музыку Великого Баха, с которого они победили с этим танцем на Олимпийских играх в Уйбервилле. Спасибо вам большое за память. Мы говорим вам до свидания. Мы не говорим прощай. Потому что я уверена, что мы по жизни еще много раз встретимся. Спасибо вам. Музыка Олимпийских чемпионов Климова и Пономаренко. И это танец такой, который вошел в историю. Они многое перевернули в танцах на льду. С этим танцем были Олимпийские игры. И поэтому... Страшно кататься. Да. Еще нет никакой оттяжки даже. Ты просто сейчас стоишь. Да. Подожди. Машу, вы переживите. Почему ты криво сейчас стоишь? Две ноги здесь. Все. Пониже чуть-чуть. Надо. Да, да. Я понял, да. Хочу, чтобы ты вот сюда вот поднялась. Да. Такой момент сложный. Хочется, с одной стороны, взять какие-то элементы из программы. А с другой стороны, если что-то вдруг не получится, то это вообще будет ужасно. Действительно, музыка очень красивая. Хотелось как-то порхать. А я переживаю всегда, что забуду следующий элемент. Я тоже переживаю, что ты забудешь следующий элемент. Да, мы оба переживаем. АПЛОГИНЫЕ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я скажу вещь, понятную, наверное, всем. Тяжело кататься, когда вот в таком настроении, когда понимаешь, что все проиграл из проекта «Выбываешь». Кстати, Нюша и Максим катались под музыку Себастьяна Баха. Именно на эти произведения Баха была поставлена произвольная программа Марины Климовой и Сергея Пономаренко в 92-м году на Олимпиаде в Вальбервилле. Откатали они ее качественно. Очень тонкая, такая на эмоциях построенная программа, такой танец, который должен был бы захватывать. А вот это чувство сожаления, что мы расстаемся с Нюшей и с Максимом, оно меня преследовало все время. Аплодисменты.